Мы так рады, что вы с нами. Сегодня мы заканчиваем серию о том, как жить широко и открыто, даже тогда, когда кажется, что все против вас. Библия говорит, что Бог в состоянии совершить много более того, о чем мы молим и думаем. Я могу придумать для своей жизни нечто очень большое, но все сводится к доверию Богу. Правда в том, что Иисус никогда никого не заставлял верить Ему. Это решение, которое каждый должен принять сам. И это решение изменится. Прослушайте сегодняшнюю проповедь, а после вы услышите историю женщины, которая решила выйти из зоны комфорта и служить с Богу так, что это изменило ее жизнь раз и навсегда. Будьте благословенны. Мы с Джули заметили три вещи в людях, которых продвигал Бог. Вы тоже увидите это в истории, которую мы будем разбирать. Запишите вот, каких людей продвигает Бог. Отчаянных, зависимых и решительных. Бог продвигает людей, которые отчаянны, зависимы и решительны. Ну а теперь слово. Джули, пожалуйста. И сегодня мы хотим разобрать историю об одном из величайших повышений в истории. Это история юной девушки, которая перешла из неизвестности к царской жизни. Это история о царице Эсфирь. Хотя она и не родилась в царской семье и не была царских кровей, у Бога было для нее предназначение. Эта история произошла в Персии. За много лет до рождения царицы Эсфирь народ Божий попал в изгнание. Они были изгнаны из Иерусалима в Персию. Какое-то время евреи были там пленниками, но во времена Эсфири и Мордахея их отпустили в их землю для восстановления Иерусалима. Так говорит Библия. Но многие евреи уже опустили корни в Персии. Они привыкли к местной жизни и роскоши, поэтому многие из них решили не возвращаться в Иерусалим, а остаться там, где им было комфортно. Так же было с Эсфирь и Мордахеем. Здесь был их дом и комфортная жизнь. История начинается с вечеринки, которую организовал царь Артаксеркс. Эта вечеринка длилась 180 дней. Да, там умели веселиться. После этого они 7 дней беспробудно пили, и когда они были пьяны, царь попросил свою жену Астинь прийти и показаться его пьяным друзьям. Когда она отказалась прийти, он спросил своих пьяных друзей, как ему наказать свою жену. Они сказали, что ее нужно изгнать из царства и тем самым показать всем женщинам в стране, что нужно слушаться мужей. Тут должно быть предупреждение. Не повторять в домашних условиях. Тогда царь остался без царицы и устроил царский конкурс красоты. Именно там мы знакомимся с Есферью. Ученые считают, что ей было где-то в районе 17-18 лет. Поэтому подростки, попробуйте поставить себя на ее место. Вы сирота, вас усыновил ваш взрослый двоюродный брат, и вы живете в чужой стране. Книга Есферь, 2 глава 7 и 8 стихи. У Мордохея была племянница по имени Гадаса. У нее не было ни матери, не отца, и Мордохей воспитывал ее. Он удочерил ее после смерти родителей. Гадасу также называли Есферью. У нее было очень красивое лицо и стройный стан. На современном языке это значит, что она была красоткой. Когда царский указ был объявлен, много девушек было привезено в столичный город Суза. Этих девушек отдали под надзор Гегая. Есферь была одной из них. До этого Мордохей говорит Есфере, держать в секрете то, что она еврейка. Просто плыви по течению. Тебя выбрали не по твоей воле, и ты вынуждена повиноваться. Поэтому никому не рассказывай, откуда ты. Общество в Персии потворствовало всем своим желаниям. Удовольствие было их Богом. И мы видим из истории, что любая страна, которая убирала истинного Бога из своего общества и всех его систем, в итоге начинала угнетать людей. После года ожидания и интенсивного курса спа, процедур и притираний, как мы знаем. Ты бы тоже так хотела. Да, эта часть мне нравится. Эсферь обрела благоволение в лице придворных царя и в числе других женщин, и в итоге царь выбрал именно ее. И вот она вошла в комфортную жизнь, жизнь царицы Персии. А Мардахей всегда сидел у ворот дворца. Он всегда был рядом и заботился о ней. То, что он сидел там, говорит больше о его положении, чем о его расположении. Понимаете, в той культуре только высокоуважаемые люди могли сидеть у ворот дворца. Я хочу еще раз прочесть наш стих из Исаии. Там сказано «распространи место шатрата твоего, расширь покровы жилищ твоих». Не стесняйся. Пусти длиннее верви твои и утверди коле твои. Как я уже говорил, в этом стихе ничего не сказано о комфорте. Здесь ничего не сказано. Просто расслабься и наслаждайся жизнью. Нет, там такого нет. Нам так комфортно там, где мы сейчас, что нам сложно представить, что Бог желает растягивать и использовать нас. Но широкая и целеустремленная жизнь невозможна в зоне комфорта. Вы не можете просто сидеть на диване и думать, что все случится само собой. Возможно, вам комфортно в зоне греха, который есть в вашей жизни. Когда-то это беспокоило вас, и вам было неуютно. Но сейчас нам уже комфортно. Это стало нормой. Все это делают. И такой комфорт мешает нам перейти во что-то большее, то, что приготовил нам Бог. Да, нам также может быть комфортно с непрощением. Мы так давно держимся за обиду, что она стала нашим компаньоном. Вы слышали, как мы неоднократно говорим, что прощение — это исцеление, непрощение — это яд, который мы пьем сами, но ожидаем, что умрет кто-то другой. Мы продолжаем держаться за обиду, хотя Слово Божье говорит прощать так, как вы были прощены. Чтобы войти в большую и широкую жизнь, вам нужно привыкать к дискомфорту. Господь, если я уже привык к чему-то, что мешает мне, помоги мне это оставить. Я хочу видеть, что ты будешь делать во мне и в моей жизни. Вам не нужно далеко ходить, чтобы увидеть нужду, которую Бог призывает вас покрыть. У нас в церкви есть замечательная женщина Лиз Эстас. Мы ее очень любим. Она не замужем, и она увидела, что в нашем обществе есть нужда, и это бездумные дети. Поскольку она не замужем, у нее была свободная спальня, и она подумала, а почему бы мне не стать опекуном? Лиз подумала, я готова к дискомфорту. Я хочу растягиваться. Я вижу нужду и хочу в ней участвовать, и сегодня Лиз познает радости жизни матери-одиночки. Ну ладно, вернемся к нашей истории. Прошло четыре или пять лет с тех пор, как Эсфирь стала царицей, и скоро ей и Мордохею будет некомфортно. У царя был помощник, его правая рука по имени Аман. Аман жаждал власти и славы. Когда он шел по городу, то заставлял всех кланяться ему. Но Мордохей не кланялся ему, и это очень злило Амана. Он был так зол, что решил отыграться не только на Мордохее, а на всем его народе. Он придумал план и пошел с ним к царю. Он сказал, что в стране осталась большая группа бывших рабов, а не якобы большая угроза для его власти. Поэтому их нужно уничтожить. Царь повеял ему и согласился. Он издал указ, который стал смертным приговором. Тогда царь снял со своего пальца перстень и отдал его Аману. Он был врагом евреев. Гонцы разнесли письма по всем областям царства. В письмах был приказ царя погубить, убить и полностью уничтожить всех евреев, молодых и старых, женщин и детей. Было приказано убить всех евреев в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара. Приказано было также забрать все имущество. Этот указ разослали по всей Персии, и Мордохеи и другие евреи стали взывать к Богу. Написано, что они оделись во вретище. Это одежда из мешков. Есфирь услышала, что Мордохей расстроен из-за чего-то, но не знала из-за чего. Она жила во дворце и занималась только своим маникюром и не знала, что происходит вокруг. Продолжим читать четвертую главу. Служанки и евнухи эсфири пришли к ней и рассказали о Мордохее. Это очень расстроило и встревожило царицу эсфирь. Она послала одежды Мордохею, чтобы он одел их вместо одежды печали. Такое ощущение, что эсфирь пробыла во дворце слишком много времени. Он плачет и рыдает, а она присылает ему одежду, говоря тем самым, нет такой печали, которую нельзя прогнать новым нарядом. Но он не принял новую одежду. Мордохей отправил ей сообщение о царском указе. Мордохей был в отчаянии. И из этой истории мы увидим, что отчаяние — это условие для продвижения. Отчаяние — это условие для продвижения. Вы когда-то были в отчаянии из-за ситуации, о которой вы молитесь. Я читаю ваши молитвенные записки, и во многих из них отчаянные просьбы. Вы пишете о своих болезнях, о болезнях ваших родных, о проблемах в отношениях, в финансах. Вы отчаянно нуждаетесь в Божьей помощи. Но я хочу напомнить вам, что любое чудо начинается с проблемы. Бог слышит ваш отчаянный зов. Если вы когда-то были в отчаянии, то знаете, что сложно быть в отчаянии и в то же время чувствовать комфорт. Отчаяние и комфорт не могут находиться в одном и том же месте. Возможно, кто-то из вас только что прошел какую-то отчаянную ситуацию, или только готовитесь войти в нее. Возможно, вы сегодня не в отчаянии, но не нужно далеко ходить, чтобы увидеть отчаяние. Мы как церковь видим отчаяние вокруг. У меня сердце кровью обливается, что 55% учеников наших школ не заканчивают старшие классы. А это ведет к циклу бедности и насилия. Мы должны разрушить этот цикл. Мы видим нужду и отчаянно беремся за нее. Много лет назад моих родителей волновала судьба выпускников детдомов, которым некуда было идти. Они были в таком отчаянии. Я помню, как мама плакала, читая о том, что мы должны заботиться о вдовах и сиротах. От этого отчаяния появился наш детский дом, место надежды. И сейчас это лучший детский дом в стране, который помогает детям и подросткам найти свой путь в жизни. А началось все с отчаяния. Кто бы мог подумать? Да, начинается все с отчаяния и с готовности пережить дискомфорт. Многие из вас пожертвовали своими субботами и своими финансами, чтобы помогать тем, кто отчаянно нуждается в помощи. Если вы сегодня в отчаянии, то вы должны знать, что Бог слышит и отвечает на наши отчаянные просьбы. Итак, Мордахи просит Исфирь пойти к царю, и она отвечает, никто не приходит к царю без его приглашения. Если он будет в плохом настроении, то это верная смерть. Затем она говорит, а меня не вызывали к царю уже 30 дней. Проблемы в раю, не так ли? Перед тем, как осуждать Исфирь, давайте вспомним, что она еврейка. Но она никому об этом не говорила. Она услышала все это и, наверное, почувствовала себя как сирота в изгнании. И мы тоже иногда позволяем своему мнению о себе сдерживать нас от всего, к чему Бог призвал нас. Помните, что ваш взгляд на себя очень отличается от того, как вас видит Бог. Исфирь говорит Мордахе, «Я не могу это сделать и не буду». И вот что он ей ответил. «Если ты сейчас промолчишь, помощи спасения для евреев придут с другой стороны. Но ты и семья твоего отца погибнете. И кто знает, может быть, ты была избрана, чтобы быть царицей в такое время, как сейчас». Он говорит, «Может, Бог поместил тебя во дворец не для твоего удовольствия. Может, у Бога была для этого своя цель?» Тоже можно сказать и о нас с вами. Может, Бог поместил вас куда-то и дал вам большие возможности, потому что приготовил для вас большую жизнь. Он всегда наделяет жизнь целью и значимостью, которые связаны с вашим божественным предназначением. Может, таланты и ресурсы, которые доступны тебе, не только для тебя. Бог желает использовать вас для помощи погибающим. В этой истории людей ждала смерть. Если бы Исфирь не пошла на риск и не сделала то, для чего Бог поместил ее туда, люди должны были погибнуть. То же самое касается и нас с вами. Если мы не будем выходить из зоны комфорта и помогать окружающим, тогда мы не сможем изменить этот мир, а должны бы. У нас есть послание о жизни, послание о любви. Все это можно найти только в Иисусе. В послании к римлянам сказано, а как они поверят в Бога, если они никогда о нем не слышали? Кому-то нужно рассказать им. Кому-то нужно пойти в Боку, в Виру и по всем городам мира. Вот что нам нужно делать. Нам нужно чувствовать эту боль и помогать людям. Тогда мы сможем изменить этот мир. Да, важно понимать, что не Исфирь выбрала этот момент. Она не выбирала свою должность и свое положение. Не мы выбираем себя для какого-то момента. Момент сам выбирает нас. Не мы выбираем его, а он выбирает нас. Исфирь решилась воспользоваться моментом. И такой же вызов стоит перед нами. Нам тоже нужно воспользоваться моментом, который выбрал нас. В Писании сказано, тогда Исфирь послала Мордохею следующий ответ. Мордохею, иди и собери вместе всех евреев и поститесь за меня. Не ешьте и не пейте три дня и три ночи. Я буду поститься. После поста я пойду к царю. Я знаю, что идти к царю противозаконно, и если мне суждено умереть, то я умру. Не подумайте, что она драматизирует. Она действительно могла умереть. Приход к царю без приглашения мог расцениваться как угроза его власти, и он мог запросто казнить ее. В 4 главе мы видим, что Исфирь в отчаянии. Она просит всех евреев поститься. В 5 главе она надевает царские одежды и готовится предстать перед царем со своей просьбой. Спросите себя, что произошло между 4 и 5 главой? Был трехдневный пост. Люди три дня постились, чтобы прийти к Богу. Вы понимаете? Они постились три дня за себя и за Исфирь. И три дня в Божьем присутствии кардинально изменили все обстоятельства. Три дня в Божьем присутствии изменят все. Кстати, у нас продолжается 21-дневный пост, и к нам не поздно присоединиться. Исфирь постилась только три дня. Поэтому, и вы можете начать прямо сейчас. Это все изменит. Вы можете посмотреть в Библии и увидеть, что пост всегда имел только две цели — молиться и вернуться к Богу. Люди молились и обращались к Господу. Пост — это провозглашение нашей зависимости от Бога. В 5 главе Исфирь говорит «Если мне суждено умереть, то выступлю против этой несправедливости». Она принимает решение. Зависимость от Бога продвигает нас к власти, которой у нас не было. Зависимость от Бога продвигает нас к власти, которой у нас не было. Благодаря посту и молитве у нас есть доступ к Божьей силе. Он дает нам этот доступ, чтобы работать в нашей жизни, когда мы просим Его об этом. Мы получаем множество историй с почты. Люди рассказывают о том, как получают откровения о Боге, о Его Слове. Они чувствуют, что Он всегда рядом, ощущают Его силу в своем доме, в семье и в жизни так, что даже не могли такого представить. Поэтому мы призываем вас присоединиться к нам. Началась последняя неделя поста, и мы ожидаем увидеть, как Бог будет двигаться среди нас. Там вы получите смелость и силу, которых у вас не было ранее. Итак, давайте заканчивать эту историю. Исфирь идет к царю и приглашает его и Амана к себе на обед. Они пришли. Она перенервничала и пригласила их еще и на следующий день. На второй день Исфирь рассказала о коварном плане Амана, убить ее и весь ее народ. Это вывело царя из себя, и он приказал повесить Амана на тех виселицах, которые тот приготовил для евреев. А Мардахей стал вторым человеком в стране. То есть Исфирь вмешалась, и в итоге все евреи были спасены. Правильно? Нет. А я думала, что все закончилось именно так. Но оказалось, что царский указ, который придумал Аман, был запечатан царским кольцом. А это значит, что его нельзя было отменить. По закону его нельзя было отменить. Так Исфирь оказалась в очень странном положении. Она уже рискнула своей жизнью, разоблачила Амана и его коварный план. Ее дядя Мардахей получил работу мечты. Получается, что она получила все, кроме того, о чем просила. А именно, кроме свободы для еврейского народа. И еще меня задевает то, что царь, который несколько глав назад был готов отдать Исфирь половину царства, не смог отменить свой указ. Он же был суверенным правителем и был выше закона. Он мог изменить свой указ, но он не хотел казаться слабым в глазах своих подданных и своих врагов. А с вами такое бывало? Вы громко заявили о себе. Наступает поворотный момент, но все складывается не совсем так, как вы хотели. Может быть, тот, кто мог помочь, вам не сделал этого. Или же вы столкнулись с новой проблемой. И вы спрашиваете себя, что это было. Я думал, это тот самый момент. Думаю, нам нужно понять, что для исполнения своего предназначения одного определяющего момента может быть мало. И Исфирь поняла, что для исполнения ее предназначения нужна решительность. Для исполнения нашего предназначения тоже нужна решительность. Запишите. Чтобы дойти до продвижения, нужна решительность. Для продвижения она просто необходима. То есть нужно не просто решение, а решительность. Вы принимали решение и раньше. Я буду ходить в зал каждый день и заниматься с тренером, и я стану энергичным и потянутым. Но 15 января вы уже не взяли. Я буду сидеть на этой диете. Вы тратите много денег, а потом не придерживаетесь диеты. Поэтому нужно не просто решение, а решительность. Я хочу напомнить и вам тот стих из Исаия, где сказано «Пусти длиннее верви твои и утверди коле твои». Да, посмотрите, царь издал новый указ, который составили Эсфирь и Мордахей. Царские указы в этих письмах гласили «Евреи в любом городе имеют право собираться, чтобы защитить себя». То есть царь разрешает евреям сражаться за свою жизнь. Так они и сделали, и одержали большую победу. До этого момента царь делал для Эсфирь все. Он казнил Амана, он повысил Мордахея, но Бог будто бы говорит, «Эсфирь, пора тебе и твоему народу сделать шаг вперед. Вам придется сражаться, и вы не можете полагаться на то, что земной царь сделает то, что может сделать только царь царей. Я буду защищать и поддерживать вас». Я уверена, что то же самое Бог говорит сегодня нам с вами. У Бога есть для вас большая жизнь с предназначением и благоволением, и Он готов дать вам силу, все благословения и все, что у Него есть. Но, понимаете, это не комфортная жизнь. Да, для этого потребуется решительность, и вам нужно будет опустить свои коля глубоко в землю. И в завершение хочу задать вам один вопрос. Что вы полны решимости увидеть в следующем году? Что вы хотите, чтобы Бог делал в вашей семье или в вашем будущем? О чем вы так отчаянно молитесь? Знаете, что это? Хорошо. А что вы готовы сделать для этого? Что вы будете делать? Как я сказал, в этом стихе сказано «утверди коле твои». То есть вам самим нужно укреплять себя, чтобы иметь ту широкую жизнь, которую приготовил для вас Бог. Меня зовут Лиз Эстес. Я опекун уже 18 месяцев. В 2014 году подруга подошла ко мне после служения и сказала «Бог просил меня узнать у тебя. Не думала ли ты о том, чтобы стать опекуном?» Я сказала, что когда-то думала об этом, но потом решила, что это не для меня. Я даже не знала, можно ли людям, не состоящим в браке, быть опекунами, и есть ли у меня финансовые возможности для этого. А еще я не знала, нужны ли опекуны вообще. После разговора с ней я узнала, что я могу быть не только опекуном, но могу и рассчитывать на финансовую помощь. Это были хорошие новости. Как опекун я получаю ежемесячную помощь на основные нужды детей. У детей есть медицинская страховка, и как официальный опекун я могу получить ваучер на покрытие других медицинских расходов для детей. Я понятия не имела, что более тысячи детей нуждаются в доме и семье, которая будет любить и заботиться о них. И Бог подтвердил мне, что опекунство — это моя роль, в том, как заботиться о сиротах. И всего через две недели я уже сидела на занятии для будущих опекунов. Это было так прекрасно. Я часто рассказываю людям о возможностях опекунства, а в ответ слышу, «Я не хочу привязываться, потом будет сложно расставаться». Или «Разве не сложно разобраться во всем этом?» Система кажется такой запутанной. Правда в том, что да, вы привяжетесь, и вам будет сложно расставаться. Но именно это нужно этим детям. Мне понравилось высказывание Джейсона Джонсона, писателя, который занимается вопросом сирот. Он сказал, «Мы не должны позволять страху перед тем, что полюбивший ребенок может оставить нас, останавливаться самим. Вместо этого нас должен подталкивать страх того, что ребенок может никогда не познать любовь». Что касается системы, то опекунское агентство поместило четверых детей из Южной Флориды вместо надежды, и оно должно стать связующим звеном между вами, государством и семьей ребенка. Агентство будет поддерживать вас и отвечать на все ваши вопросы. Люди часто говорят мне, что эти дети очень благословенны, потому что оказались в моей семье. Но если подумать, то я более благословенна тем, что они есть у меня. Я так люблю их. Ребенок — это большой источник радости и благословений для меня и всей моей семьи. Я так благодарна Богу за то, что Он выбрал пустующие комнаты в моем доме и заполнил их драгоценными детьми. Это неплохие дети. Они не по своей вине лишились дома из-за недосмотра или насилия. Этим детям нужно слышать о том, что Иисус так любит их и что Господь имеет для их жизни большой план. Спасибо за то, что были с нами сегодня. Вы, как и Лиз, призваны к тому, чтобы расширяться и растягиваться, чтобы войти в свое предназначение. Лиз могла бы остаться в зоне комфорта, но сделала шаг веры и позволила Богу использовать ее чтобы принести разницу в жизнь того ребенка. И благословение получил не только ребенок, но и Лиз. Когда мы входим в Божий план для нашей жизни, это благословляет не только окружающих, но в первую очередь нас самих. Бог имеет для вас новую жизнь, большую и широкую, но все начинается с отношений с Иисусом Христом. Иисус пришел, чтобы восстановить наши отношения с Богом и дать нам надежду на новое начало, чтобы мы могли иметь широкую и открытую жизнь, о которой мы говорили. Если вы хотите этого, то я поведу вас в молитве, с которой начнутся наши отношения с Иисусом. Просто повторите за мною от всего сердца. Скажите «Дорогой Господь Иисус, спасибо Тебе за то, что любишь меня таким, какой я есть». Я прошу Тебя войти в мою жизнь. Будь Господом моей жизни. Прости мне все мои грехи. И дай мне новое начало в Тебе. Я буду следовать за Тобой до конца моих дней. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Божьи их благословения вам. И до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»